Городская власть порадовала одесситов внедрением очередного важного для всего города проекта – светящиеся качели, реализация которого произошла за счет так называемого общественного бюджета и стоила городской казне почти 5 миллионов гривен. Не успели потухнуть огоньки осветленного благодаря диодным лампочкам и деньгам общественного бюджета пруда в Парке Победы. Как в Одессе все те же люди вновь обратились к световым шедеврам. На сей раз горожан порадовали установкой светящихся качелей. Четыре такие досточки с огоньками установлены, например, на Греческой площади. Сам проект выполнен в рамках проекта «Дримленд», который предполагает благоустройство разных городских территорий чем-то ярким и светящимся. Он новый для многих, и сейчас многие там с воодушевлением пишут об этом всем. Он для многих действительно новый, но мы-то этих товарищей наблюдаем уже больше года. И то, что все сейчас бросились об этом писать, я думаю, что еще пока рано это делать, потому что мы помним, как было со сказочным прудом, когда в бюджете проекта была полная белиберда, в тендерных документах была еще большая белиберда, а в итоге сделали вообще все иначе. И вообще проектно-сметная документация кардинально отличалась и от проекта, и от того, что предложила на тендере компания, которая это все реализовывала. То есть что мы увидим здесь, когда мы получим на руки проектно-сметную документацию? Договора на Порзоро, они ни о чем вообще, кроме того, что цена динамичная. На динамичные качели динамичная цена, ну логично. Как говорил один литературный герой, тудыть его в качель. Ну прямо дух захватывает. Смотришь на эти досточки с лампочками и внутренне ликуешь. Как же необходимы городу были именно светящиеся качели. Впрочем, об эстетической стороне качелек позже. Хочется поговорить о том, во сколько обошлись общественному, то есть нашему бюджету эти световые чудеса. Это ни много ни мало, 5 миллионов гривен. Причем, как предполагают некоторые одесские журналисты, родом сами качели из страны-агрессора России. Когда мы получим проектно-сметную документацию, я думаю, мы очень сильно удивимся еще раз. И, в общем-то, тут не кричать зрада, да, и не пустить, что из России, а что из Австралии, а что еще откуда. А собирать всю эту документацию и просто ее нести в правоохранительные органы, потому что, ну здесь, ну очевидно, что просто ни в какие ворота этот проект не лезет. Откуда качели вестима – это одно. Ну а вот кому, так сказать, принадлежит авторство и кто занимается установкой – совсем другое. Итак, автор идей установки световых качелей – некая общественная организация, которая занимается юридическими вопросами и, например, выиграла в мэрии конкурс на помощь молодежи на 33 тысячи гривен. А компания «Реализатор», то есть та, которая занялась установкой этих качелей, вовсе обычно занимается медицинским оборудованием, о чем также рассказала журналист Елена Кравченко. «Фирма, которая это все реализовывала, перспективные медицинские технологии, к ней море вопросов. Почему медицинские технологии? Вообще, каким боком медицина к этим качелям, даже если они австралийские? Эта фирма что-то импортировала, но, судя по данным ее контроля, она что-то ввозила еще в 2010 году, непонятно откуда, какие-то генераторы. Почему вдруг они решили заказать у этой фирмы воплощение этого проекта, совершенно непонятно. Но поскольку перспективные медицинские технологии, город Южный. Но слово «мелькнувшая» наводит на мысль о том, что еще не раз будут сотрудничать эти общественники с медициной, потому что они сидят очень давно и прочно в городском совете, как минимум с 2016 года. Они оттуда не вылезают, они участвуют во всем, в чем можно участвовать. В общественной организации? Да, линия захиста общественной организации. И институт третьего возраста, и школьники, и колонии соблюдения прав заключенных. Они вписываются во все мафии, в которые возьмут». Как водится, в пример нам приводят всякие развитые западные страны, где тоже установлены подобные световые игровые площадки. Правда, в нашем местном варианте, варианты цивилизованных качелей какие-то куценькие. Как говорится, светят, но не греют. Ведь нельзя же считать пару горсточек песка, которыми зачем-то эти доски присыпали, нормальным покрытием для игровой зоны. Да и целесообразность появления качелек, например, на Греческой площади, весьма сомнительна. «В таком виде и сейчас, когда у нас рушатся фасады, когда у нас коммунальная служба оббивает декоративные элементы с фасадов, когда у нас уничтожается историческая часть города, и когда у нас хаотическая застройка, когда у нас побережье, черт знает чем застраивается, непонятно на каком основании, когда у нас сбивается лепнина, когда у нас уничтожаются здания. Посреди всего этого, ну мы уже говорили, все эти арт-объекты, все эти милые скульптурки, все эти милые качели, насколько бы они не были хороши, но они смотрятся абсолютно неуместно». Да, разумеется, в городе есть на что тратить деньги. И, конечно, развивать туристическую привлекательность Одесса лучше отремонтированными старинными зданиями, так же, как и освещать улицы фонарями, а вовсе не светящимися качельками.